МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картину, где экс-глава администрации сидит на столе, можно увидеть только здесь, в школьном кабинете. Когда вокруг не чиновники, а школьные друзья, с которыми, казалось, совсем недавно сидели за одной школьной партой. С тех пор прошло 25 лет, но изменилось, по словам Дмитрия Погорелова, только одно. Помолодели все. Подробнее о школьной жизни рассказала одноклассница чиновника и о том, как металлолом собирали, и как тележку угнали для его перевозки. С тех пор, говорит Наталья, ее друзья почти не изменились. Все остались такие же, но кто-то возмужал, кто-то пополнил, кто-то поумнел. Для нас же, наверное, всегда мы оставались такими. Мы виделись, периодически виделись. А вот кто точно не соскучился по одноклассникам, так это выпускники 2012 года. Они до сих пор помнят, где и с кем сидели за партой, кого дразнили на переменах и какой предмет любили больше всего. А потому и чувство ностальгии им пока не знакомо. Что я чувствую, сидя за партой? Да, на самом деле ничего я не чувствую, потому что в универе я сижу так же. У нас нет больших аудиторий на философском факультете, поэтому мы сидим за партами. По классу действительно скучаю. И я, поскольку шел после девятого, очень многое изменилось, на самом деле. Скучала по ребятам и их классный руководитель. Лариса Александровна и в школе ни на секунду не отводила глаз от воспитанников. И после выпуска она тоже за них беспокоилась. Вообще я ученик ждала. Потому что это были дети мои, в общем-то, первый полноценный выпуск. Тем более у меня большой выпуск был, почти что 40 человек. И как бы детки такие, всегда переживала. Лето. Отпуска у меня не было, потому что переживала за них, пока они поступили. Буквально через несколько минут этот зал наполнится выпускниками прошлых лет. Здесь соберутся и те, кто закончил школу в прошлом году, и те, кто не был здесь 30 лет. На сцене за один вечер побывали и выпускники, и нынешние школьники, и педагоги. Микрофон взяла и бывший директор третьей школы Галина Чичканова. Ребята привыкли считать ее строгим руководителем. Но она запомнила только самые милые проступки своих подопечных. Однажды директору жаловался пятиклассник. Галина Григорьевна, вы вот нас ругаете, замечания делаете, мы опоздали. А десятиклассники в лесу целуются. Конечно, опоздали. Вот таких воспоминаний у меня так много. Воспоминания – это то, чем делились безвозмездно в каждом уголке третьей школы. И теперь к этим воспоминаниям прибавился еще один совместный вечер, который они забудут не скоро. Виолетта Воробьева, Антон Коряков, Павел Панов. Детали дня. В Заречном, возможно, появится кроличья ферма. Идею по ее созданию предложил местный предприниматель Владимир Горохов. По его мнению, такой бизнес принесет много пользы зареченцам. Мясо кролика холестерина не содержит. Мясо диетическое, мясо выстребовано сегодня везде. В кафе, в ресторанах, в больницах, в санаториях, в детских садах, где угодно. По словам Владимира Андреевича, ферма по разведению кроликов едва ли не самая перспективная область животноводства. Большая отдача при сравнительно небольших вложениях. В администрации этот проект уже одобрили. Сейчас предприниматель выбирает место для своей будущей фермы. Возможно, она будет находиться в районе Мизенского кооператива. А вот место для выращивания кормов для кроликов Владимир Горохов уже приметил. Это полторы тысячи гектаров в Режевском городском округе. В перспективе бизнесмен планирует создать за Речным специализированный магазин, где будут продавать крольчатину. Ученики второй школы вернулись призерами из Екатеринбурга. Там прошел конкурс «Земли уральской самородки». Знания и командный дух помогли школьникам занять второе место. Даже не ожидали вначале. Мы в первом дне очень показали себя не с лучшей стороны, а потом, как дали жару. Очень много новых эмоций от работы в команде и от встречи со стольким количеством людей. Но таких же умных, как и мы. Правда, мы оказались умнее многих, поэтому мы заняли второе место. Конкурс длился два дня. За это время десятиклассников проверяли на знании русского языка и литературы, истории, общества знания и английского языка. Помимо этого, жюри оценивало и общую эрудицию учеников. Но все же самым важным критерием оценки стало умение работать в команде. С тем наши школьники справились на отлично. Горяемся, мы очень сильны результатами наших учеников, потому что ребята не просто показали свои знания, но и умение работать в команде, волю к победе. Потому что эмоционально выдержать вот этот двухдневный марафон было достаточно тяжело. Битва умов. На следующей неделе в Заречном пройдут курчатовские чтения. В школах уже вовсю идет подготовка. Ученики доделывают работы, готовятся выступать на сцене. Учителя дают последние наставления своим подопечным. О том, как написать самую лучшую работу, в нашем следующем сюжете. О том, для чего в городе очистные сооружения и зачем Зареченцам нужен карнавал, Ольга Гребенкина знает не понаслышке. Эти темы она изучала для курчатовских чтений. В этом году Ольга будет участвовать в конкурсе уже третий раз. Поэтому для себя юная исследовательница уже давно открыла секрет успешного выступления. Главное загореться этим делом. То есть, как мне про водичку было не очень охота рассказывать. А вот про карнавал я сама девушка творческая вся такая. И мне интересно было рассказать об этом, исследовать эту работу, мнение жителей узнать. В этом году свой проект Ольга связала с зареченской молодежью. Попыталась понять, как школьнику правильно выбрать свою профессию. Над проектом пришлось хорошенько потрудиться, провести опросы, изучить литературу. Особое внимание девушка уделила дополнительным материалам – приложению. Именно в нем вся изюминка работы, уверена Ольга. Но содержание приложения девушка пока не раскрывает. Эта тема для меня интересная оказалась, потому что я тоже все еще думала, кем бы мне стать в этой жизни. Но мне интересно было узнать мнение сверстников, кем они хотят быть, проанализировать это все. Научный руководитель Ольги, педагог Лариза Топоркова, свою подопечную считает одной из самых сильных участниц. Вместе они работают уже второй год. Только если предыдущий проект они делали вместе, в этом году Лариса Николаевна решила научить Ольгу самостоятельности. Насчет Ольги я хочу сказать, я сейчас ей горжусь, потому что это ребенок, который сначала боялся выступлений вообще до слез, до истерик. А в этот раз она наоборот. Я пойду, я сделаю, я смогу. Готовили участников чтения не только их научные руководители, но и организаторы конкурса. В школе юного исследователя подростков обучали ораторскому искусству, поведению на сцене и работе в команде. Эти знания школьники смогут продемонстрировать уже на следующей неделе. Алина Мулоянова, Антон Коряков, Павел Панов. Детали дня. В эти выходные на поле спортивной школы прошел необычный футбольный турнир. Его организовали сами игроки в память о своем друге. Ивану Акилову было 23. Молодой человек ушел из жизни после продолжительной болезни. Но в памяти друзей навсегда осталась его неудержимая любовь к футболу. Александр Кузнецов попытался узнать, каким он был на поле и в жизни. Впервые на этом футбольном поле почти не следят за правилами и не называют других игроков соперниками. Сегодняшние игры – это не состязание. Это дружеский турнир памяти. На футбольном поле хоть и кипят страсти, но все понимают, что пришли сюда не за победой. А чтобы с каждым забитым голом отдать дань памяти другу, спортсмену и просто хорошему товарищу Ивану Акилову. В этом году Ивану Акилову исполнилось бы 24 года. Он любил музыку и не любил спокойную жизнь. Его фотоальбомы словно календарь. Каждый год – новая вершина. 2010-й – ежовая, 2011-й – уктус, 2012-й – магнитка. Он преодолевал их на сноуборде вместе с друзьями. Они же разделяли и вторую страсть Ивана – футбол. Разделяли до самого конца. Когда узнал о случившемся, то есть узнал от его близких друзей, меня, конечно, это очень поразило. Я не знал, что вообще Ваня болел. Но после этого мне и моим друзьям пришла идея провести этот турнир. Потому что я считаю, что если бы Ваня был бы жив и увидел то, что происходит здесь на трибунах, то в честь него, мне кажется, ему было бы безумно приятно все, что здесь происходит. Почтить память своего друга пришли 9 футбольных команд. Больше сотни человек. Среди них и те, кто играл в одной команде с Иваном, и те, против кого он выходил на футбольное поле. Все они, не сговариваясь, твердили – без Ивана играется совсем не так. Все-таки в сердце Ивана, наверное, в глубине его души лежал больше футбол. Он горел на нем просто всем своим телом. Очень любил его. Нет такого веселья какого-то, знаете, позитива, когда на поле он был. Мы всегда, ну, какие-то были свои тактика. Улыбался всегда, всем дарил позитив. И так каждый раз. Говоря о друге, они снова будут смотреть в сторону, словно выискивая Ваню на футбольном поле. Ищут Ивана Акилова и в интернете. Его страница в социальной сети до сих пор открыта. Он был там в последний раз 14 декабря. Оставил так любимые им фотографии снежных гор и поздравил друзей с Днем Сноубордиста, ставшим для него почти профессиональным праздником. И в этом весь Иван Акилов. Именно таким он останется в сердцах своих друзей. Александр Кузнецов, Антон Коряков, Павел Панов. Детали дня. По весеннему теплая погода ждет Зареченцев завтра. Подробный прогноз от Гесметио прямо сейчас. 6 февраля синоптики обещают пасмурную погоду. Будет идти мокрый снег. Утром столбик термометра замрет на отметке ноль. А днем поднимется до плюс двух. К вечеру снова немного похолодает. Ветер преимущественно южный с порывами до трех метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. И на этом у меня все детали. Увидимся с вами завтра на канале Заречный ТВ. До встречи.